Вчера стало известно, что МВД России обвинила британского финансиста Уильяма Браудера в хищении более 3 миллиардов рублей. По версии следствия, Браудер скупил крупный пакет акций «Газпрома» в обход российского законодательства, которое ограничивало приобретение иностранцами ценных бумаг газового монополиста. Браудер использовал специально разработанную схему, по которой иностранные компании скупали наиболее ликвидные активы именно на территории Российской Федерации от имени якобы российских юридических лиц, зарегистрированных, как правило, в зонах с льготным режимом налогообложения. Браудер скупал акции «Газпрома» по ценам внутреннего рынка, которые были значительно ниже их реальной стоимости. «3 миллиарда – лишь предварительная оценка ущерба. На данный момент детально изучена деятельность всего лишь одной из целого ряда компаний, созданных Браудером». «Следствие продолжается. Сумма претензий может возрасти, и Браудер об этом прекрасно знает». Как и ожидалось, в ответ на обвинение он снова заговорил о деле Магнитского – историей, которая уже стала легендой. «О сути дела знают немногие. Легенда же, напротив, у всех на слуху». Его пытали сначала три, а потом 58 дней, и после убили. «Это убийство, и все в России знают об этом». Именно с подачи Браудера появился и стал раскручиваться голливудский сюжет о якобы убитом в тюрьме адвокате Сергеем Магнитском, который пожертвовал жизнью ради борьбы с российской коррупцией. Впрочем, в этой истории все далеко не так, как рассказывает Браудер. «Мы же не можем ничего говорить, убили, убили. Надо доказывать. Вот от этой смерти единственный, кто выиграл – это Браудер». Кто он такой? «Я не финансист». «Мистер Уильям Браудер». «Конечная цель – наживу любой ценой». «Как он делал свое состояние». «Это можно назвать преступлением века». «Как воровали миллиарды из российской казны». «Браудер-то сам в курсе всего этого был или нет?» «И почему Уильям Браудер еще на свободе?» «Браудер оттуда фактически убежал». «За что умер Сергей Магнитский?» «Он ничего не расследовал». «И как Браудер использовал эту смерть?» «Я представюсь, я не могу, чтобы Браудер делал бы, если бы Магнитский не умер». «Что в действительности произошло с Сергеем Магнитским?» «И куда делись более пяти миллиардов рублей?» «Правда и ложь о крупнейших хищениях в истории России». «Почему погибали свидетели?» «Как уголовное дело стало политическим?» «Впервые откровение людей из списка Магнитского». «Кто за этим стоит?» «И почему этот список так нужен Браудеру?» «Сегодня в нашей программе». «Финансист Уильям Браудер – личность незаурядная». «Его дедушка никто иной, как знаменитый американец Эрл Браудер – один из основателей и генеральный секретарь коммунистической партии США». Поначалу Эрл обслуживал интересы СССР. Потом его стали подозревать в предательстве. Исключили из компартии. Он переметнулся к троцкистам и, по некоторым данным, стал активно сотрудничать со спецслужбами США. Случайно или нет, но полвека спустя его внук Уильям был одним из первых иностранцев, кто понял, что на просторах развалившегося СССР можно хорошо заработать. Уильям Браудера были очень серьезные завязки среди бывших коммунистов, а также тех, кто связан с внешней торговлей в СССР. Конечно же, приходить ему на российский рынок в мутные 90-е было довольно-таки, ну, не то чтобы легко, но проблем у него было меньше, чем у тех, кто не имел никакого отношения к России. Любопытная деталь. В 89-м году начинающий бизнесмен Уильям Браудер отказался от гражданства США и стал подданным Великобритании. Случай уникальный. Получение американцам британского гражданства практического смысла не имеет. Объяснить это можно лишь необходимостью поступления на госслужбу в Великобритании. Какого рода эта госслужба, можно только догадываться. Он, например, работал аналитиком у Роберта Максвелла, который известный разведчик, сотрудник МИШЕС и ЦРУ, который работал по Российской Федерации, по Советскому Союзу. В России в тот период полным ходом шла приватизация. Состояния делались буквально из воздуха. И амбициозный Браудер возглавил московское отделение инвестиционного фонда «Хермитэш Кэпитал». В 1996 году он вместе с Браудер, с богатым банкиром Сафрой, создал этот «Хермитэш». Значит, они партнеры. Вот Сафра и Браудер – это партнеры по «Хермитэшу». Миллиардер Эдмонд Сафра был одним из богатейших людей мира. Специализацией «Хермитэш Кэпитал» стала спекуляция акциями российских предприятий. Реальная стоимость этих активов в то время было мало кому понятна. Изначальная деятельность «Хермитэш Кэпитал» на российском рынке сводилась, ну, если говорить, проводить аналогию, это когда европейцы завоевывали свои колонии, и когда меняли на бусы золото других народов. За первый же месяц работы фонд показал фантастическую доходность – 40%. «Хермитэш Кэпитал» начинает активно развиваться. Это привлекает крупных игроков, и в 98-м году происходит событие, которое до сих пор многие считают преступлением века. За три дня до дефолта загадочным образом исчезает выделенный России кредит МВФ 4,5 миллиарда долларов. 4,5 миллиарда долларов стабилизационного кредита были переведены на счет номер 608-55-8-0-0 в Республика Нейшнел Бэнк оф Нью-Йорк Эдмонда Сафры. Почему колоссальная сумма отправилась не в российский Центробанк, а в частный банк партнера Браудера Эдмонда Сафры? Куда потом исчезли деньги, которые могли, если не предотвратить дефолт, то значительно смягчить его последствия? За этим исчезновением стояла целая группа олигархов, те люди, которых было принято называть семья. Это окружение ближайшее Бориса Ельцина. И руководил и исполнял именно технически все господин Касьянов. Российские правоохранительные органы и журналисты начали было расследование, но безрезультатно. Слишком много в этой истории оказалось желающих запутать следы, в том числе и за рубежом. Американцы на словах только всячески поддерживали, но реально физически никакой помощи не оказывали. Не предоставляли ни документы, ни сведения, ни данные, кто участвовал в переговорах, ничего. Ключевым свидетелем, который мог бы пролить свет на исчезновение денег, был Эдмонд Сафра. И по некоторым данным он был готов это сделать, но не успел. В 99-м году он погибает в своей тщательно охраняемой резиденции в окружении слуг и охраны. По официальной версии, его дом подожгли, и миллиардер задохнулся от дыма. А когда Сафра начал умирать? Когда он начал давать показания ФБР и другим органам по поводу вот этой истории. И тут он умер в дыму, а этот не умер. И начал лихорадочно делать огромные сделки. На какие деньги? Загадочная гибель миллиардера стала первой в череде смертей тех, кто так или иначе имел дела с Браудером. К этому времени Хермитаж Капитал уже управлял активами на более чем миллиард долларов. А Браудер был крупнейшим иностранным инвестором в России. Фонд активно скупал акции стратегических предприятий и на правах миноритарного акционера пытался влиять на политику госкорпораций. На языке финансистов такие действия называются «гринмейл». Покупается достаточно большой пакет акций, и потом идет блокировка действий акционерного общества, это директоров для того, чтобы мажоритарные остальные акционеры заплатили владельцу именно этого пакета по более высокой цене. «Гринмейл» похож на рейдерский захват. И на Западе считается тяжким преступлением. В России 90-х сбор компромата и информационный шантаж приносили фантастические дивиденды. Вот этот сегмент, его можно поделить на две части. На вышибание по заданию иностранных спецслужб высокотехнологичных конкурентов в нашем военно-промышленном комплексе. И с одной стороны. А с другой стороны, извлечение, естественно, сверхприбыли. Высасывание денег из компании и выведение этих денег через внутренние офшоры за рубеж. Впоследствии, скупив акции «Газпрома», Браудер попытался продвинуть своего человека в совет директоров компании. Участие в управлении газовым монополистом в сочетании с информационными атаками на его руководство дало бы Браудеру широкие возможности для влияния на политику крупнейшего налогоплательщика страны. Анализ полученных сведений в настоящий момент органа предварительного расследования говорит о том, что Уильям Браудер стремился не только к получению личной выгоды от владения акциями в виде дивидендов, но, собственно говоря, и пытался получить доступ к документам финансовой иной отчетности общества, имеющего стратегическое значение, как вы понимаете, для Российской Федерации. Зарубежные ученые проводили исследования и выявили любопытный факт. О корпоративных конфликтах с участием Hermitage Capital западная пресса писала в три раза чаще, нежели о других аналогичных скандалах. Одним из методов, которым Браудер оказывал силовое давление на корпорации, являлось привлечение иностранных СМИ, зарубежных СМИ. Использование медиатехнологий в корпоративной борьбе стало фирменным стилем работы фонда. Браудер с гордостью называл его «эффектом Hermitage». Нужно понимать, что пресса ничего не знает об этих историях, не способна понять некоторые сложные случаи и не может позволить себе проводить исследования. Наша цель – так упаковать ситуацию, чтобы всем было ясно, что произошло. И Браудер упаковывал ситуации так, как это было ему выгодно в данный момент. Пока бизнес приносил доход, его в России все устраивало. Мы работаем в России уже 10 лет, и должен сказать, что нынешний момент самый благоприятный. В стране происходят положительные изменения. Экономика на подъеме, меняется законодательство, высокие цены на энергоресурсы, национальная валюта стабильна, и фондовый рынок недорогой. Более того, Браудер одним из первых поддержал арест Ходорковского. Когда он был арестован Ходорковский, именно Браудер поздравил Путина с этим арестом и сказал, что вот, наконец-то, это произошло, справедливость восторжевала, кто следующий. При этом Браудер прекрасно понимал, что следующим может оказаться и он. Его собственные схемы ухода от налогов были очень похожи на те, что использовал ЮКОС. Хонду нужна была компания, которая бы здесь помогала ему проводить налоговые схемы. Принято считать, что именно Магницкий был автором незаконных схем, которые позволили Браудеру уклоняться от уплаты налогов. На самом деле это не так. Здесь мы зарабатываем деньги. Схему придумал этот человек, бывший совладелец аудиторской компании Файерстоун Данкин Константин Пономарёв. Было это ещё в 96-м году, и на тот момент схема была вполне законной. Приняли на работу инвалидов, там, я не помню, сейчас, по-моему, 20 или 30 человек. То есть они выполняли какие-то формальные функции, но все были реальными, с трудовыми книжками, и они не догадывались, что главной целью их работы является не те функции, которые они выполняют трудовые, а получение нами налоговых льгот. Пономарёв, выпускник Плехановского института. Магнитский был его однокурсником. Потом Пономарёв стал начальником, а Магнитский – наёмным работником, который очень хотел стать совладельцем компании. Впоследствии партнёр Пономарёва, Джемисон Файерстоун, при участии Магнитского, организовал силовой захват фирмы и похитил акции Пономарёва. Это как бы типичный рейдерский приём. То есть меня выгнали из моей компании, заставили под силовым давлением и под угрозой распространения порочащих сведений о наших клиентах подписать решение о ликвидации. В результате Файерстоун и Магнитский получили то, что хотели. Пономарёв был вынужден уйти, и сейчас он об этом ничуть не жалеет. Я им только благодарен, если честно, потому что он хотел занять моё место. Получается, он и занял его. В начале 2000-х схема с фиктивными работниками-инвалидами была признана незаконной. Но тем не менее Файерстоун, Браудер и Магнитский продолжали пользоваться ею, причём в особо циничной форме. Для начала бизнесмены открыли несколько фирм в Калмыкии, офшорной зоне с низкими налоговыми ставками. Калмыкия давала 50% льготы по уплате налога на приют. Чтобы не платить и без того низкие налоги, фирмы Браудера стали нанимать на работу инвалидов. В штате каждой из контор было всего по три человека. Сам Браудер и два инвалида. Там была текучка у них, ну, может, даже десятки человек через него прошли, через эту фирму. Калмыцких мужчин, инвалидов детства, инвалидов Чернобыля, инвалидов труда, как финансовых аналитиков. В итоге вместо 35% налогов Браудер платил всего 5,5. Экономия исчислялась миллиардами. Финансовыми аналитиками становились бывшие сторожа, уборщики и даже психически больные люди. Поразительно! Но Браудер и Магницкий умудрялись экономить даже на них. Сколько вы получали денег? Ну, в конце, по 20-й последний год. А так, не помню точно, там, стерилисты или сколько. Почему вы платили деньги, если вы по кельси не работали? Ну, мы числились, затлатно, так сказать. Более этого, именно с помощью этих калмыцких фирм с инвалидами Браудер провернул грандиозную аферу. По дешевке, по ценам внутреннего рынка, скупил 7% акций «Газпрома». И это, несмотря на то, что тогда в России покупка акций газового гиганта иностранцам была вообще запрещена. Не исключено, что именно расследование этой махинации сейчас пугает Браудера больше всего. Я полагаю, что вот эта вся агитационная кампания, которая развернута и Браудером, и Фаерстоном, она связана с тем, чтобы не дать расследовать это дело дальше, не дать исследовать вопрос, а насколько законна была сама деятельность. Потому что если деятельность все-таки незаконна, и акции скупались в нарушении действующего порядка, то есть основания для применения статьи 168 Гражданского кодекса о ничтожности и реституции. Кстати, этот механизм четко прописан в указе президента еще 90-х годов о порядке обращения акций «Газпрома». Впоследствии Браудер пытался представить Магницкого юристом и даже адвокатом, то есть лицом, обладающим определенной неприкосновенностью. Но это ложь. Он был бухгалтером, человеком, который несет прямую ответственность за налоговые преступления и документы, которые подписывает. То, что Сергей Магницкий участвовал в создании вот таких вот, прошу прощения, преступных фирм, ну, это так, из песни слов не выкинь. Вот свидетельство. Вот подпись Магницкого на этой же трудовой книжке. Вот здесь подпись Браудера, как начальник, а здесь Магницкий. К середине 2000-х годов активы фонда увеличились до 4 миллиардов долларов. Зарабатывая огромные деньги на спекуляциях, акциями российских предприятий, взамен фонд «Хэрмитаж Кэпитал» не давал ничего. У нас хоть одно новое высокотехнологичное производство этими инвесторами построено в тех предприятиях, акции которых они за копейки купили на рынке в тот период. Нет. То есть цель была одна. Зайти в дешевый рынок, дождаться, когда он подрастет, из него выйти и максимум вывести из него капитал. Далее в программе. Правда и ложь о крупнейших хищениях в истории России. Что в действительности произошло с Сергеем Магницким и куда делись более 5 миллиардов рублей? Я представюсь, я не могу, чтобы Браудер делал бы, если бы Магницкий не умер. За что умер Сергей Магницкий? Он ничего не расследовал. И как Браудер использовал эту смерть? Этой смерть единственной, кто выиграл, это Браудер. Как объяснить череду загадочных смертей тех, кто был так или иначе связан с мистером Браудером? Почему погибали свидетели? Как уголовное дело стало политическим? Впервые откровение людей из списка Магницкого. Кто за этим стоит? И почему этот список так нужен Браудеру? Смотрите прямо сейчас. Уголовные дела против Браудера возбуждались неоднократно. В Калмыкии по месту совершения преступления расследование начиналось 8 раз. И 8 раз загадочным образом прекращалось. Активная работа по делу началась только после того, как оно было передано в Следственный департамент МВД. Браудер все еще надеялся, что ему удастся избежать суда. Он даже заплатил налоги за 2006 год около 11 миллиардов рублей. И тем не менее, в июне 2007 года в офисах фонда «Хармитаж» и компании «Файерстоун Данкин» прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и печати фирмы. Изначально дела были возбуждены по поводу ухода от налогов. Они были как раз-таки возбуждены в отношении Браудера. Магницкий проходил свидетелем, а потом ему статус был заменен на подозреваемого. Браудер понимал, что его сотрудники могут начать давать показания. И вскоре он эвакуировал работников офиса и членов их семей в Лондон. Вряд ли подобная операция была бы возможна без тесных связей с британскими спецслужбами. Браудер вывез всех, за исключением Магницкого. Зачем? Можно лишь догадываться. По одной из версий, 11 миллиардов налогов Браудер считал слишком дорогим подарком. Как следует из допросов одного из участников схемы, вскоре Магницкий обратился к своему знакомому Гасанову с просьбой помочь в возвращении из бюджета хотя бы части суммы. Тот, в свою очередь, привлек к делу Семена Коробейникова, владельца Универсального банка сбережений. Для дальнейших шагов мошенникам нужно было вернуть печати и документы, которые находились у следователей, однако те их выдавать отказались. Известно, что Магницкому пришлось делать дубликаты штампов самому. Сейчас Браудер обвиняет самих следователей в том, что изъятые печати были использованы ими для хищения денег. Однако результаты экспертизы говорят о другом. Изъятые следователями печати не использовались при хищении этих компаний у Эрмитедж Кэпитал, в том, в чем обвиняет их Браудер. Экспертиза вся эта есть, собственно, мы можем с ней ознакомиться. И она как раз-таки говорит нам о том, что, получается, использовались те печати, которые были у Магницкого. В итоге Маркелов, Хлебников и Курочкин подали документы на возврат налогов из бюджета и в конце 2007 года получили на счета в банке Коробейникова 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Впоследствии один из них, Маркелов, оказавшись за решеткой, дал признательные показания. Гасанов привозил Маркелова на машине к офису одному, откуда выходил один человек, выносил документы, которые Маркелов подписывал. Значит, потом на эти документы ставились печати. Маркелов и не знал, кто это, что это за человек, какую должность, какую функцию он выполняет. Он только слышал, что его называли Сергеем Леонидовичем. И в дальнейшем он, после того, как уже появились фотографии Магницкого в прессе, вспомнил, что этот человек был похож на того, кто выносил эти документы для него. По мнению специалистов, провернуть махинацию по возврату налогов без участия самого Магницкого, человека, который был в курсе всей налоговой документации Hermitage Capital, невозможно было в принципе. В рамках моего предположения очевидно, что в возврате этих налогов из бюджета принимал участие сам Магницкий и компания Files & Duncan, которая вела учет по всем этим компаниям. Почему? Потому что без этого просто чисто технически это бы все не состоялось. Кто там как договаривался, кто кого коррумпировал, я не знаю, естественно. И для меня единственный вопрос, на который, наверное, мы никогда не получим ответа. А Браудер-то сам в курсе всего этого был или нет? Это возмещение осуществлялось с ведома и на одобрение Браудера? В этой истории много неясного. Где сейчас эти деньги? Какова была роль Браудера в этой афере? И почему почти все, кто был задействован в хищениях, умирали один за другим? В октябре 2007-го от сердечного приступа скончался Гасанов. Весной 2008-го. Курочкин. Официальная версия отравления алкоголем. В сентябре падает с высоты Коробейников. У него был зафиксирован сердечный приступ, после чего человек упал с балкона. Все это достаточно странно. Слишком много сердечных приступов, связанных с делом, скажем так, Эрмитиш Кэпитал. В частности, сам Магнитский умер от сердечного приступа. Еще два участника схемы, почуяв неладное, пустились в бега. Скрыться хотел и Магнитский, но не успел. Пошел делать документы на визу. Он взял билеты в Киев на поезд и хотел через Киев, соответственно, улететь в Лондон. В ноябре 2008-го года он был задержан по уголовному делу о неуплате налогов в Калмыкии. Почему он не уехал раньше, сказать сложно. По всей видимости, Браудеру нужен был хоть кто-нибудь в России, кто бы мог оперативно решать те или иные вопросы, связанные с заметанием следов. Вот. И, видимо, именно эту роль должен был, собственно, исполнять Магнитский. Магнитский оказался единственным, кто мог дать показания на Браудера. Но он молчал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Магнитский до последнего надеялся, что Браудер вытащит его из тюрьмы. Магнитский, наверное, был добраудер, одной из вот таких вот разменных пешек, которые он резко продвигал вперед, заставляя Магнитского писать под действие жалоб на тюремщиков. Но в то же время, давая ему инструкции, никаких не подписывать, не давать никаких показаний. Мы должны понимать о том, что даже в тюрьме Сергей Магнитский оставался непростым гражданином, он оставался сугубо работником Браудера. В сентябре 2009 года расследование по налогам в отношении Магнитского закончилось. 13 ноября 2009 года суд на два месяца продлил его содержание под стражей. Услышав это решение, Сергей Магнитский, который был уверен, что его освободят, отказался от услуг адвокатов, предоставленных Браудером. Возможной причиной тому – разочарование в истинных намерениях своего шефа. Становиться жертвой Магнитский не собирался. Естественно, никаким борцом за правду его назвать вообще нельзя. Тем более, что он ничего не расследовал, ничего вообще не публиковал, никаких расследований в отношении тех, кто украл деньги из бюджета. Потому что на самом деле, судя по всему, украли деньги из бюджета люди, которых сам Магнитский прекрасно знал. Единственное, что мог сделать Магнитский – это дать показания на Браудера. Через три дня Магнитский скончался в камере СИЗО. Очередная странная смерть из-за проблем с сердцем. Браудер поспешил назвать это убийством, развернул в западной прессе широкую пиар-компанию и стал активно распространять мифы о так называемом деле Магнитского. Якобы тот оказался в тюрьме не за налоговые преступления Браудера, а за то, что в одиночку решился на борьбу с российской коррупцией. Якобы в тюрьме были пытки, якобы убили Магнитского следователи и власть. Эту версию охотно распространяли западные СМИ и даже некоторые российские. Вот, например, фрагмент из недавнего интервью Браудера телеканалу «Дождь». Сергей Магнитский раскрыл хищение 230 миллионов долларов у государства коррумпированными чиновниками. Он представил этот факт Следственному комитету, вследствие чего он был арестован. Его пытали сначала три, а потом 58 дней и после убили. Это убийство, и все в России знают об этом. Для следователей смерть единственного фигуранта по делу была не то, что невыгодна. Она стала настоящей катастрофой. Браудер же, напротив, использовал смерть Магнитского в своих интересах по максимуму. Версия Браудера стала обрастать новыми подробностями. Он заговорил о существовании некой банды Клюева, страшного человека, который вместе со следователями якобы сначала организовал преступление века, а потом хладнокровно убивал всех свидетелей. Кстати, вот он. Кто был бы Браудер, если бы не было сейчас смерти Магнитского? Никто. Никто бы его не послушал. Предложение было бы такое. Просто давайте на сегодняшний день затребуем дело, смотрим его даже там, где он скрывается в Великобритании. А после этого просто решим, так это или не так. Главный аргумент Браудера. Клюев был знаком со следователями и когда-то владел тем самым банком, на счета которого поступили похищенные средства. Ну, как ты устал. Понимаете, даже я уже понимаю, что это выглядит глупо, потому что, ну, это, наверное, тысячный раз, когда я сказал. Ну, в тысяча первый раз говорю. Я в 2006 году продал банк. Было огромное количество браудерских заявлений о том, что просьбу проверить. Я ходил как на работу в Следственный комитет, в Следственный департамент. Представил все документы о налоговых, в том числе, о перечислениях за этот платеж. Было опрошено куча народа. Просто вот огромное количество народа, которое не то, что подтвердило, а в принципе там же он не только это, он же рассыпается весь под реву. Клюев с групп по поводу того, как мы там, я не знаю, там точили ножи, убивали людей и все остальное прочее. Ведь куча народу приписана нам. Прошлым летом парламентская ассамблея ОБСЕ рассматривала резолюцию имени Магнитского. Дмитрий Клюев решил, что если он тоже полетит туда, то получит прекрасный шанс доказать всем свою невиновность. И он туда приехал. Сразу после того, как браудер выступил с презентацией своего фильма о преступлениях следователей и Клюевской ОПГ. Я, к сожалению, приехал на следующий день, как вам только показали. Но Оливер Спенсер, это генеральный секретарь ОБСЕ, четко дал мне понять о том, что, ну да, а что, ну вот, это же, а что ты так беспокоишься? Я говорю, ничего себе, ну дайте мне высказаться. Вы же имеете возможность ему дать высказаться, дайте ему площадку. Я что, какой-то прокаженный, я какой-то из другого мира прилетел, с Марса. В чем проблема? Вы же за демократию, вы же хотите до истины. Ну проблема, вот он я. Нет, не дали слова, он сказал, я тебе слово не дам. В принципе, это не предусмотрено регламентом. Браудер улетел, фильм показали. А что ты беспокоишься? Ну хорошо, ну примут эту резолюцию, она же не обязательно. То есть вот, понимаете, какая проблема? То есть, ну а что ты, ну чего ты беспокоишься? Ну ты же оттуда, чувак, ну зачем тебе это? Ну да. А, еще он сказал, вы не возражаете, если мой фотограф вас для меня, для моего личного архива сфотографирует? Я говорю, конечно нет, пожалуйста. Вот эти самые фотографии через час были уже на сайте Hermitage Capital. Может быть у него там личный архив, я не знаю. Истина никого не интересует. Ни в Европе, ни в США. Но больше всего ее боится сам Браудер. За уклонение от уплаты налогов по законам Великобритании ему грозит срок, даже если это преступление было совершено в России. Он постоянно обманывает. Вот это вот, знаете, вот, Браудер, скажи, пожалуйста, а вот правда, что ты там не уплатил налоги? Причем здесь налоги? Главное, что Магнитского убили. И все. Сейчас Браудер объявлен в розыск российским МВД. На просьбы о сотрудничестве британская полиция отвечает отказом. Браудер уклоняется от допросов, даже допроса от встречи под гарантией третьих стран, что его не задержат, чтобы он ответил на вопросы. И известно, что Великобритания отказалась сотрудничать в деле привлечения Браудера просто даже на опрос по этому делу, и предоставление материалов. Даже дали официальный отказ. Существуют такие формулировки, что это навредит стратегическим интересам Великобританию. Каким стратегическим интересам это может навредить, непонятно. Впрочем, все легко объясняется, если предположить, что Браудер действительно является сотрудником британских спецслужб. Репутация налогового преступника создает массу проблем. Имидж борца с коррупцией, напротив, позволяет перевести дело в политическую плоскость. И Браудер сделал все, чтобы это произошло. На него работали крупнейшие лоббистские конторы США. Комбинация лоббирования, комбинация пиара, черного пиара, и комбинация того, что необходимость отмены поправки Джексона Веника, вот эти вот все вместе и привело к принятию закона Магнитского, который, я считаю, нанес огромный вред не только России, но и самим Соединенным Штатам. Американский конгрессмен Рон Пол говорит, что детального обсуждения дела Сергея Магнитского ни в Сенате, ни в Конгрессе не было. Суть вопроса не интересовала никого. Где доказательства? Были какие-то судебные разбирательства, состоящие из международных представителей, которые бы сказали, он сделал это, он сделал то, а он несет ответственность? И принять это как убеждение. Не было настоящего суда, не было приговора, были лишь упреки и обвинения. Я не знаю этого наверняка, но всегда есть кто-то за кулисами. Я шутил, но если серьезно, лоббисты иногда более влиятельны, чем конгрессмены, потому что они знают дорожки, они знают закулисье и знают, как влиять. Но вряд ли сенаторы и конгрессмены стали наивными жертвами закулисной игры лоббистов. Соединенным Штатам был нужен закон, позволяющий вводить санкции против России. Они искали повод для этого, и легенда, которую презентовал Браудер, пришлась как нельзя кстати. Закон Магнитского выполняет три функции. Во-первых, это дополнительный инструмент политического давления на Россию, это инструмент информационной и пропагандистской войны против России. Во-вторых, это средство поддержки российской оппозиции. Действительно, закон принимался российской оппозицией и Вашингтоном в связке, они проводили совместные мероприятия, информационную кампанию на эту тему. И, наконец, закон Магнитского – это средство для мобилизации американского общественного мнения против России. Недавно стало известно, что один из фигурантов списка Магнитского следователь Павел Карпов подал в Высокий суд Лондона иск о защите чести и достоинства. Ответчик – Уильям Браудер. Бывший следователь требует либо доказать все те обвинения, что выдвигал против него Браудер, либо признать их клеветой. Детали иска Карпов и его адвокаты пока держат в тайне. Запрет от адвокатов и ничего не комментировать до определенного момента. Так что пока этот момент не наступил, я хороню молчание, нахожусь в стадии тишины. Казалось бы, у Браудера впервые появляется прекрасная возможность лицом к лицу встретиться в суде с человеком, которого он публично называл «убийцей Магнитского». Однако Браудер судиться с Карповым почему-то не хочет. Адвокаты Браудера и Фаерстон пытаются сделать все возможное для того, чтобы этот иск не рассматривался в лондонском суде, понимая, что никакой проверки судебными инстанциями он не выдержит. Если судебная тяжба с Карповым грозит Браудеру в основном репутационными потерями, то вчерашние заявления представителей МВД России о трех миллиардах ущерба в результате хищения Браудером акций «Газпрома». Уже второе по счету обвинение, которое может обернуться для него тюрьмой. По нему, безусловно, вся процедура будет применена при необходимости и, безусловно, международный розыск. А также мы планируем на активное взаимодействие с компетентными органами и Королевства Великобритании, и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки в части расследования данного уголовного дела. Захотят на Западе подключиться к расследованию или нет, мы узнаем в ближайшее время. Кстати, недавно стало известно, что сам Браудер уже перешел к активным действиям и объявил о начале кампании за принятие европейской версии акта Магнитского. Ведь, как известно, лучшая защита – это нападение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok